Позитивно оцениваю деятельность Комиссии по формированию спалансированного аграрного рынка на основании межгосударственной кооперации и системы прогнозирования развития АПК нашего Союза. Вместе с тем считаю, что потенциал Союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынке третьих стран. В этом году принят ряд решений в сфере технического регулирования. Проводится работа по гармонизации законодательств государств-членов ЕАЭС для установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, а также правил и процедур проведения оценки соответствия. К сожалению, отсутствуют результаты в регулировании вопроса о методах контроля содержания лекарственных средств пищевой продукции животного происхождения, в том числе в переработанной. Проблема не решается несколько лет. Считаю, что этот вопрос Комиссия принципиально должна урегулировать в течение следующего года. Мы заметно активизировали работу по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятия ограничений на внутреннем рынке Союза. Есть подвижки в сдерживании появления новых видов препятствий, но этого недостаточно. До настоящего времени не внедрён разрешительный порядок введения национальных ограничительных мер с их предварительным рассмотрением органами Союза. Осталась лазейка в виде возможности многократного введения изъятий в сфере госзакупок. Продолжение следует...